Почему цены на срубы такие разные? Как рубочные площадки снижают цены? Почему заказчики потом по новой вкладываются в этот сруб и теряют деньги? В этом ролике мы будем разбираться, как формируется цена на сруб дома или бани, и как не допустить фатальных ошибок при изготовлении сруба. С вами Петров Павел, архитектор компании Покров. На рынке бытует мнение о том, что срубы можно заказывать где-то на делянке, недалеко от лесозаготовок, что делать это должны какие-то мужики из деревни, окаривать кору лопатами, часто все делать без проектов, и вообще заказывать срубы, например, 6х6, 4х3, 6х8, 9х12, без окон, без фронтонов, без слег. Без какой-то сложной торцовки, в простую русскую чашу, без элементов постенбим. И, конечно, это подход, который дает возможность зарабатывать достаточно хорошие деньги, потому что за один условный рабочий день можно сделать очень много простой, некачественной, зачастую даже очень плохой по качеству работы. И такие срубы делать тоже выгодно. Причем, я бы сказал, не тоже выгодно, а значительно более выгодно, чем делать качество. Как же все-таки вот та же самая работа по изготовлению срубов делается у нас? Итак, как же мы все это делаем на своей производственной базе, в Переславле-Залесском? Во-первых, мы очень долго разрабатываем чертежи, мы делаем проекты. Все стены, все элементы сруба сделаны таким образом, чтобы предусмотреть все возможные неравномерности усадки в дальнейшем. Мы следим за шириной пазов, то есть не может каждый плотник делать буквально то, что у него там нарисовалось. Условно, если бревно кладется на сруб и причерчивается, и какой-то параметр сруба вот этого бревна становится, например, ширина паза становится шире, чем нужно, или уже, чем нужно, это бревно приходится снимать, выбирать другое, перечерчивать, как-то подтесывать его. И таким образом мы следим за качеством изготовления сруба. То есть плотник плюс какой-то технический контроль, ну не какой-то, а конкретный технический контроль постоянный. Мало того, что люди у нас просто привыкли к этим нормам качества, так еще идет постоянный контроль и обучение. То есть мы объясняем, почему так, для чего так делать, и, как правило, люди все очень хорошо схватывают и включаются в процесс, и прямо вот борются за качество. Ну вот, например, вот мы видим эти затесы. Вроде как затесы-затес, как везде, но он сделан по определенным параметрам. Угол этого затеса должен быть максимально большой. То есть вот этот наклон мы делаем как можно более большой. Как это сделать? Вот расстояние между затесами сверху нужно снизить, а расстояние снизу между затесами нужно увеличить. Вот эта грань у нас четко горизонтально, верхняя четко горизонтально, расстояние между затесами тоже одинаковое. И мы следим за тем, чтобы вот эта плоскость была плоскостью. То есть, когда мы прикладываем сюда линейку, зазора под линейкой быть не должно. То есть затес не должен быть круглым. То же самое и относительно вот этих пазов. Но сейчас бревно еще не село, оно будет нагружаться следующими венцами. И вот этот утеплитель очень толстый. Здесь 4 сантиметра холофайбера. И под давлением он начинает сминаться, эти бревна начинают зажиматься. Словом, вот все эти параметры влияют на время, которое тратит плотник при рубке сруба. Если его сравнить с обычной русской чашей, то это примерно в 2,5-3 раза дольше. Все эти затесы влияют, конечно. И сама работа по проекту, конечно, требует значительно большего времени, чем если, скажем, просто рубим какой-нибудь колодец 6 на 6. Разные породы дерева мы везем с разных регионов. Действительно, у нас лес собран практически со всей страны. Предположим, кедр с Красноярска или леса Сибирска реально дешевле, чем кедр с Хакасии, с юга Хакасии, с пригорьев Саян или Алтайского кедра. Дороже Алтайский кедр и Саянский приблизительно, наверное, в закупке 1000 на 2 примерно, на 1000-2000 рублей. И плюс к плечу доставки, оно тоже где-то столько же, где-то около 1000-2000 рублей. Но горный кедр реально лучше. Он суше, он меньше трескается, он не выкручивается. То есть, это реально более качественное дерево. То же самое касается и сосны, и лиственницы. С лиственницей вообще особая ситуация, потому что она очень тяжелая. Если мы берем какие-то особо большие диаметры, то обычный лесовоз с манипулятором, он не может поднять на себя это бревно. И масса такого бревна может быть и 2 тонны, и 3 тонны, и даже 5 тонн. Такие у нас бревна были. И для того, чтобы такие бревна погрузить, приходится на делянку специально гнать подъемный кран. При том, что плечо доставки очень большое. То есть, например, крану приходится проехать 150 километров практически по тайге. Конечно, там есть дороги, но это не такие дороги в нашем понимании, как там, скажем, асфальт или даже простая грунтовка. Там и форсирование водных преград, и обрывы, и что только нет. То есть, лес, который мы покупаем, он реально дороже, сильно дороже даже такого же красноярского кедра, который, скажем, куплен где-то на нижнем складе, скажем, обычное 6-метровое бревно. Но почему же лес, который заготавливается на одной и той же делянке, как правило, стоит по-разному? Ну, все зависит от спроса. На кедр, на лиственницу спрос гораздо больше, чем на сосну. Сосна, в принципе, к сожалению, трескается больше, чем кедр и лиственница. Но у нее есть такое преимущество, то, что прикорневая структура у нее более развита. И гораздо проще найти вот эти прикомолевые розочки именно на сосне. И еще, конечно, такая проблема, где конкретно находится эта делянка. Потому что зачастую нам нужны очень толстые бревна с этими вот большими, огромными юбками. И такие бревна частенько находятся в очень труднодоступных районах. Мы даже как-то вот просим, уговариваем лесозаготовителя взять с собой бригаду для того, чтобы обкопать это бревно, спилить как можно ниже. Однажды мы попросили поучаствовать вот в этой делянке заготовки кинооператора для того, чтобы заснять, как это все происходит. И на том конце провода очень сильно смеялись, потому что для того, чтобы просто уговорить взять бригаду на обкапывание вот этого бревна, потребовалось, конечно, просто людей уговорить. То есть, а для того, чтобы еще кого-то взять, нужно нанимать отдельный КАМАЗ, который еще должен знать, куда ехать. И там просто, ну, очень трудно проехать. Мало того, что там форсирование всяких рек, так там еще и нужно ехать вдоль, просто вдоль обрывов. Вот, то есть, заготовка нашего леса зачастую связана с большими затратами, с подъемным краном, с очень какими-то далекими поездками. Мы не покупаем лес, вот просто приехал на нижний склад, да, какой-то, и просто взял 6-метровую древесину и все. То есть, мы именно под наши проекты заготавливаем специальные длины, специальные диаметры, какие-то специальные пороки или артефакты какие-то на бревне, там, капы, розочки и еще чего-то. И так как мы заготавливаем бревна с очень большой прикорневой структурой, они, как правило, весят очень много. А расчет кубатуры у нас идет по вершине. То есть, итого получается, что, да, табличное значение условно, там 2 кубических метра, одно бревно, но в реальности это бревно может весить до 5 тонн при вот 2 кубических метрах стандартной номинальной кубатуры. И это тоже влияет на цену древесины. На разные дома, например, 100 квадратных метров идет разное количество леса. Частенько мы используем вот такие здоровенные столбы, которые по диаметру могут быть и 80, и 70 сантиметров, и там даже до метров. И все это меряется по вершине. Но вот эти вот кубы здоровые, это все перевозят, грузят, и это все, ну, тоже имеет массу и влияет на стоимость. Частенько спрашивают, ну, вот зачем вы это делаете, да, можно же взять там из бревна, там, 40 сантиметров, там, или 30 сантиметров. Почему именно такие здоровые? Дело все в том, что вот эти плоскости нужны именно большие, потому что вот эта вот ширина вот этой стены, вот этого примыкания к столбам должна быть не меньше 20 сантиметров. Иначе мы просто не сделаем теплую стену. Мороз будет проходить сквозь тонкие вот эти вот плоскости и выходить внутрь. То есть вот элементы пустого бима должны быть обязательно больше 50 сантиметров. Мы обычно берем 50-60. И частенько, когда, например, там проектировщики выдают какой-то проект, и заказчики отправляют на просчет какие-нибудь там рубочные площадки, частенько вот этот момент идет, как бы, вскользь. То есть люди берут, там, эти столбы считают 40 сантиметров, там, или 45 сантиметров. Но в реальности, если они так сделают, то заказчик потом столкнется с фатальной ошибкой. Он просто не сможет нормально сделать отделку. Либо эта теплая стена просто будет поглотить просто эти столбы, либо им придется смещать вот эту вот утепленную стену внутрь и выбирать, где ее показать, или снутри, или снаружи. Или просто вообще ничего не получится. То есть ничего мы просто так не делаем. Все вот эти вот толстые, здоровенные бревна, это все нужно ради конструктива. Во всем есть свой смысл. Итак, мы уже разобрались с тем, что все наши элементы имеют свою функцию. То есть мы не делаем ничего ради декора, ради украшательства. Вот все эти комли здоровые над крышей, они нужны для того, чтобы придавливать наш стеновой комплект, чтобы обеспечить нужную усадку. Столбы постумбима нужны для того, чтобы обеспечить нужную теплопроводность стены. Но из хорошего леса можно сделать плохо. Поэтому нам необходим еще технический контроль. Контроль архитектора, контроль технодзора. Также домом занимается дизайнер. Тот человек, который делает инженерные системы, электрику. И все вот эти вот разделы чертежей нужно опустить на землю, опустить на этот дом, согласовать. И поэтому, конечно, наши услуги, получается, стоят дороже, чем просто купить какой-то колодец 6 на 9. На рубочных площадках, даже там, где делают рубку хорошо, зачастую не думают о том, какие стены усаживаются сначала, какие усядут впоследствии. Их это и не интересует. Им нужно сдать свою работу, сдать сруб. Как же это все происходит у нас? У нас работает архитектор, конструктора, инженеры. Они расставляют отопительные приборы. Мы смотрим, какие стены в какой момент должны усаживаться. Дело в том, что внутренние стены усаживаются раньше, а наружные позже. Потому что там больше влаги и не отапливается часть стены с улицы. И вот все эти моменты нужно предусмотреть заранее. И, конечно, когда над срубом работает не просто бригада рубщиков, а целый комплекс специалистов, конечно же, это стоит намного дороже. И, фактически, это не одно и то же купить сруб где-то, пусть даже на дорогой рубочной площадке, и заказать услугу строительства дома в комплексе. Это, конечно, две разные вещи. У нас на YouTube-канале все завалено комментариями, сколько стоит сруб, сколько стоят бревна. Люди забывают, что когда они обсуждают, как нужно шлифовать затесы, топором застругивать, там, или стамеской, или шлифовать, но забывают о том, что сруб – это четверть или треть стоимости дома. И что в отделку уйдут значительные средства. И от того, как сейчас срубят сруб, зависит конечная стоимость отделанного дома. Наверное, вот один из ярких примеров к нам обратился заказчик из Подказани с вопросом, как отделать уже готовый сруб. В доме, по сути, уже идут работы, сделаны печи, вставлены окна, уже идет полным ходом чистовая отделка. А сруб сделан таким образом, что дешевле все это просто разобрать и заказать новый сруб. Потому что дыры просто огромные. Усадка продолжает идти. Сруб сделан из лиственницы, и усадка на лиственнице, она, как правило, очень долгая. Уже обколочено все стены наглухо вагонкой, уже все эти стены повисли на этой вагонке. И продолжать так же все это делать дороже, чем все это было на определенном этапе разобрать и переделать. То есть, конечно, нужно своевременно и грамотно подходить к вопросу рубки сруба. Так как же все-таки формируется цена на срубы у нас в компании? Ну, во-первых, мы имеем точный объем леса в модели. Мы делаем чертежи в 3D модели, и мы имеем точный объем, мы его знаем. Но этот объем без пазов, без чаш. Также там не учитывается сбежность леса, то, что камель толще вершины. Таким образом, мы вот к этому объему модели добавляем примерно 10-15%. В зависимости от раскроя леса, в зависимости от анализа специалиста, который дальше будет рубить, он дальше примерно говорит объем леса, который ему нужен. Этот примерный объем леса мы сравниваем с моделью и делаем уже конкретные выводы по тому лесу, который нам необходим для изготовления сруба. То есть мы, в принципе, знаем достаточно точный объем. Дальше мы делаем расчеты по трудоемкости, по стоимости отдельных дорогих элементов. Это камлевых всевозможных длинномеров или элементов постмебима. И добавляем стоимость на сложные изделия, например, фермы, на монтаж ферм. Таким образом, мы получаем нашу стоимость и сравниваем ее со стоимостью срубов на рынке. Дело в том, что больше 90% срубов на рынке – это все-таки продукт рубочных площадок, которые никак не занимаются дальше этими срубами впоследствии и никак их не отделывают. В нашем же случае у нас, как правило, идет установка сруба и дальше идет условие генподряда. Получается, если мы беремся за строительство усадьбы в рамках договора генподряда. В рамках этого договора мы беремся за все – за подвоз строительных материалов, за жилищные условия, за все дороги, пути, подъезды, заборы, фундаменты, инженерку – абсолютно все. Условия работы здесь получаются несколько другими. Мы являемся членами СРО, саморегулируемой организации. У нас есть все специалисты, которые стоят в реестре НРС, и мы можем браться за такие подряды. Если вам нужно строить дом в рамках генподряда, мы готовы в этом участвовать, мы за это беремся. Обращайтесь в нашу компанию, мы сделаем расчет вашего дома, вашей усадьбы, и уже через два года вы получите свою усадьбу под Клющу. С вами был Петров Павел, архитектор компании «Покров». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова